МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите ТДК-42, в эфире программа «Хозяин своей судьбы». Член Ассамблеи народов Казахстана, председатель общественной организации Западно-Казахстанской области, Центр русской культуры, директор детской музыкальной школы номер один имени Дины Нурпиисовой. Многие уже догадались, о ком пойдет речь в нашей передаче. Погодин Сергей Михайлович. Прежде чем мы расскажем о многочисленных достижениях этого сильного, волевого, многогранного человека, вернемся на несколько десятков лет назад, в детство маленького мальчика Сережи. Я считаю себя счастливым человеком, потому что живу на своей родной земле. Предки мои приехали в город Уральск более 300 лет назад. Я вообще из рода Грушиных по линии матери и из симбирских купцов Погодиных со стороны отца. Поэтому я считаю себя не просто коренным жителем города Уральска, а самым, что ни на есть. Но мои корни так глубоко, что их уже ничем не вырвать. Сергей Михайлович родился в городе Уральске 12 сентября 1947 года. Вскоре семья переехала в село Подстепное, где отец Погодин Михаил Петрович устроился начальником и зоотехником машино-тракторной станции, а мать Грушина Ольга Ивановна, также зоотехником. С четырех лет будущий директор первой музыкальной школы уже умел бегло читать, даже в перевернутом виде, что с легкостью нам и продемонстрировал. Меня очень радует убедительная просьба Нарсултана Назарбаева на выборах президента Республики Казахстан. Думаю, что великое счастье для нашего независимого государства, что в его становлении принимает самая активная участие такой выдающийся национальный лидер. Когда появляется личность такого машины, ну и так далее. Маленький Сережа был самым надоедливым посетителем школьной библиотеки. Каждую неделю он брал по три-четыре книги. И библиотекари, не веря, что ученик успевает их прочесть, проверяли, насколько он знает их содержание. Особое впечатление на мальчика произвели стихи Сергея Есенина. Их певучесть, глубина, русскость и подтолкнули юного читателя стать человеком близким к культуре. Особенно с теплотой Сергей Михайлович вспоминает, как мать продала корову и на вырученные деньги купила сыну немецкий белый аккордеон-вельтмейстер. Это было, наверное, таким исходным толчком для моей дальнейшей судьбы, для моего дальнейшего становления, как творца. После того, как семья переехала в город Уральск, родители отдали Сережу в детскую музыкальную школу номер один. После обучение музыке было продолжено в музыкальном училище, которое с отличием было окончено. Мне всегда учение давалось просто с лету. То есть, дело в том, что запас информации, который я всегда постигал, я не ограничивался никогда учебниками и теми задачами, которые давал преподаватель учить. Если мальчику Сереже давали три задачи, он с легкостью решал восемь. Если задание было прочесть одно стихотворение Пушкина, прочитывался первый и второй том. После училища Сергей Михайлович получил направление в Алматинскую консерваторию, по окончании которой был призван в армию, где полтора года пел в среднеазиатском ансамбле военного округа. Вместе с коллективом, с концертами они объездили Киргизию, Туркестан, Туркменистан, а также казахстанские города. Утро концерт в одном воинском городке, потом на самолет нас прибрасывают в другое, к вечеру я уже в другом городе, мы уже поем, допустим, где-то на Ворзопском ущелье, там высота 4,5 тысячи километров, потом после этого слетаем куда-нибудь опять в долину этих сиреневых тюльпанов. После армии Сергей Михайлович переехал в Петропавловск и проработал там 7 лет в музыкальном училище, в Доме культуры железнодорожников и городской больнице. Кроме того, имел программу на местном телевидении каждую пятницу «Вечера русского романца». Работал лектором филармонии и даже в исправительной колонии для несовершеннолетних. Разносторонняя деятельность позволила научиться долго говорить и владеть аудиторией, что просто необходимо и для руководящего работника, и для хормейстера, и для лектора. Я проработал в Петропавловске 7 лет и понял, что надо как-то менять что-то в своей жизни. Надо что-то использовать себя на полную катушку, потому что для меня уже тогда областной центр, он как-то... ну я вырос из коротких штанов, мне нужно было что-то другое. И Сергей Михайлович решает ехать в Алмату. Он обращается к своему педагогу, у которого учился в консерватории, Газизе Ахметовне Ахметовой, профессору, дирижёру Хоровику, которая ответила своему ученику «Я люблю, когда птенцы возвращаются в родное гнездо». Вдохновлённый этим, Погодин принялся за работу. В то время Алматинская консерватория по своему профессиональному уровню, по своему кадровому составу, по её результатам, ничуть не уступала другим консерваториям Советского Союза. «Профессорский преподавательский состав Алматинской консерватории тогда был достаточно высокий, и я получил очень хорошую базу и общения, и обмена опытом с теми корифеями, которые составляют вообще, ну я не побоюсь сказать, что вообще славу и гордость профессиональной музыкальной школы Казахстана, а в какой-то степени Советского Союза в то время». Восемь лет проработав в консерватории, Сергей Михайлович понимает, что нужно развиваться дальше. И судьба даёт ему возможность устроиться с заместителем начальника управления науки учебных заведений, которому подчинялись 42 учебных заведения. Это… Алматинская консерватория, это Жургеневский институт, это Чемкенский институт культуры, это Алматинское художественное училище, Чемкенское художественное училище, Алматинское училище Мисселезнёво, хореографическое училище, 19 культпросвет училищ, 17 музыкальных училищ, Карагандинская десятилетка, Байситовская десятилетка алматинская, Жубановская десятилетка алматинская. 42 учебных заведений мне приходилось курировать. И направлять и учебный процесс, приходилось разбираться со всеми дрязгами, которые были сутью вообще такого количества. От них только преподавателей у нас во всех учебных заведениях было более 4,5 тысячи. Четыре года проработав в министерстве, Сергей Михайлович понимает, что если задержится там еще год-другой, то потеряет навык творца, исполнителя, хоровика, так как начав разбираться в тонкостях бумажных дел, стал отходить от музыки. Он принимает решение о возвращении в Алматинскую консерваторию, где начинается работа над диссертацией на тему «Казахско-хоровая музыка. Истоки жанра». Сергей Михайлович попытался в своей работе доказать, что казахская музыка, несмотря на то, что многие говорили о ее монодильности, одноголосности по своей природе, все-таки многоголосна по своей данности. Дело в том, что у казахов существовали мужские и женские хоры на свадьбе, которые пели жар-жар. Поочередно сначала женщинам поедут мужчины. Были хош-тасу, это прощальные песни, песни похоронные, которые тоже исполнялись большим количеством. Хотя в унисон, в один голос, но все равно это же уже многоголосие, голосов-то много. Ведь, в конце концов, айтыс, когда поет один, два, три, четыре, это тоже полифония, тоже многоголосие, но не в одновременности звучащие, а в разное время, но это тоже не один голос. И сама Дамбра, учитывая то, что у нее наличие двух голосов, она уже тоже нельзя сказать, что казахская музыка одноголосна, как многие теоретики в то время говорили. В консерватории Сергей Михайлович дослужился до декана факультета повышения квалификации, который работал для преподавателей высших и средних учебных заведений Казахстана. Через несколько лет так распорядилась судьба, что умирает отец, и мать остается одна в городе Уральске. Я подумал, что вообще-то мой сыновний долг как единственного сына это быть рядом с матерью. И поэтому я вернулся сюда после 37 лет отсутствия, вернулся в город и стал деканом музыкального факультета. Работал деканом факультета, потом после этого работал директором Института искусств Медолит Кирея здесь у нас. А потом, когда наш совместный университет, состоящий из четырех воздух, расформировали, я пришел вот сюда в школу. Это была другая специфика. Для человека, привыкшего в своей жизни постоянно находить что-то интересное, постигать новые вершины знаний, работа с детьми оказалась новой стезей. И вот как один день пролетели 10 лет. Я все-таки благодаря своему коллективу, благодаря вот то, что шла очень с моей стороны направленная кадровая политика, политика создания хорошей материально-технической базы, методической основы для школы, я не побоюсь сказать, что наша школа сейчас, конечно, самая лучшая в Западном Казахстане. Первая, она есть первая. Она первая и по возрасту, потому что ей 80 лет в прошлом году было. И она первая по кадровой, она первая по выпускникам. Как только какой конкурс, наши выпускники, как всегда, впереди планеты всей. Поэтому я считаю, что свою задачу вот по тому, чтобы действительно школа не упала, как учебное заведение старейшее в Казахстане, я приложил к этому очень много сил, здоровья, времени своего жизненного. И я результатами довольна. Сергея Михайловича Погодина, я знаю, больше 20 лет. И знакомство с ним сыграло в моей жизни очень большую роль. Потому что я тогда еще работала в музыкальной школе. Он не был нашим директором, работал в институте. И мне пришлось поработать в институте под его началом. И он очень часто приглашал как руководителя общества «ЛАД» на мероприятия, которые организовывались этим обществом. Хочется отметить, что его роль в общественной жизни 90-х годов, она была очень яркая. И он мог повести за собой людей. Так как в то время, мы помним, очень были тяжелые материальные времена. И не было, например, в нашем ансамбле, тогда он тоже назывался ансамбль «Скомарухи», не было костюмов. И все мы делали что-то своими руками. И зарплату не всегда получали. И даже в такое трудное время Сергей Михайлович мог повести за собой людей. Поднять их настрой, боевой дух подбодрить. С тех пор, как Погодин стал директором детской музыкальной школы номер один, она встала на новые научные рельсы. Имея звание профессора, кандидата искусствоведческих наук, желание сделать современную школу изменило коллектив в целом. Педагоги стали заниматься методической работой. За последние годы у нас каждый год пишут, сейчас уже это стало обычным делом, обобщение опыта, программы авторские. И проходит на нашей школе очень много областных, городских семинаров, открытых уроков для института повышения квалификации. Это благодаря тому, что в свое время Сергей Михайлович мог вот так повернуть сознание людей, их мысли, что нужно самообразовываться, что нужно развиваться. В школе постоянно проводятся концерты, конкурсы, различные мероприятия. Педагоги готовят огромное количество лауреатов, как на республиканском уровне, так и на международном. Особая заслуга Сергея Михайловича в том, чтобы направить коллектив в правильное русло, поднять высокую планку профессионально. За эти 11 лет, конечно, школа изменилась разительно в лучшую сторону и по показателям детей, по их достижениям на конкурсах, по нашим методическим работам, по тому, как проходят открытые уроки, качество мероприятий, которые проходят вообще в школе. Как считают коллеги, директор первой музыкальной школы имеет мудрое сочетание власти, строгости, понимания своих подчиненных. Тем самым в школе создалась творческая атмосфера, где хочется сделать всегда что-то новое, большее, чего-то достичь. С 1999 года Сергей Михайлович член Ассамблеи народа Казахстана, деятельность которой направлена на реализацию государственной национальной политики, обеспечение общественно-политической стабильности в республике и повышение эффективности взаимодействия государственных и гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений. Ассамблея сегодня является конституционным органом, возглавляемым ее председателем, президентом страны, гарантом Конституции. Этим определен ее особый высокий статус. В Казахстане более 130 национальностей. Строить страну при таком условии практически невозможно. Без взаимодействия между нациями трудно сотворить единый кулак страны. Конституция и начинается с какой фразы? Мы народ Казахстана. И наша ассамблея, она называется Ассамблея народа, не народов. У нас не много народов, у нас один народ, один народ Казахстана. И роль ассамблеи именно, не говорите об остальном, это консолидация. Консолидация всех национальностей, которые есть, ради построения одного единого дела. Вот смысл существования ассамблеи. Если не было бы ассамблеи, я думаю, что тех успехов, которые достиг Казахстан, просто-напросто бы не было. Вклад ассамблеи оценен на самом высоком уровне. Казахстан является примером межнационального согласия. За большой вклад в деятельность ассамблеи Сергей Михайлович удостоен множеством наград. Мы поинтересовались, какие же награды для него самые памятные. Самые памятные, это, конечно, первая награда, для меня особенно приятная, из рук госсекретаря Канадбек Мурзавича Саудабаева, получить грамоту за подписью президента. Это была первая грамота. И, конечно, самое для меня важное, это медаль Берлик. Медаль единства, которую президент награждает деятелей, отличившихся на фоне и на стезе ассамблеи. В общей сложности у нашего героя шесть президентских грамот и пять медалей. С 2007 года Сергей Михайлович, член Народной демократической партии Нур-Атан, был начальником избирательного штаба по успешному выдвижению в мажорист республики кандидата от партии Нур-Атан Аманжана Жамалова. Активно участвовал в работе областного общественного штаба по поддержке кандидатов президенты Нарсултана Абишевича Назарбаева, за что имеет два благодарственных письма лично от Ельбасы. Я считаю, что нашей стороне очень повезло, что столько лет у руля стоит такой дальновидный, мудрый политик, как Нур-Атан Абишевич Назарбаев. И поэтому я и в 2011 году входил в число доверенных лиц его по нашему региону. И вот на прошедших выборах тоже. Потому что я считаю, что не то, что Назарбаеву нет альтернативы, а просто это политик мирового уровня и такого, знаете, всемирного признания, которые сейчас на сегодняшний день есть. И поэтому я вот с особым каком-то, наверное, с особым желанием работал и во время первой выборной кампании, и вот та, которая прошла. И поэтому я считаю, те проценты, очень высокие, 97,5 процентов, которые завоевал наш президент, это показатель того доверия, того авторитета, которым он пользуется в нашей стране, и не только среди нашего народа казахстанского, но я считаю, что его авторитет незыблем и на мировом уровне. С 1996 года Сергей Михайлович является председателем общественной организации Западно-Казахстанской области Центр русской культуры, целью и задачей которой является сохранение и развитие традиций, обычаев и культуры русского народа. Ежегодно, 9 мая, силами Центра проводится акция «Никто не забыт, ничто не забыто» в памяти героев тыла и участников Великой Отечественной войны. При Центре создан детский фольклорный ансамбль «Скоморохи», существующий более 20 лет, а также ансамбль русской гитары «Радуга» и песенный ансамбль ветеранов войны и труда «Надежда». Эти коллективы постоянно участвуют в проведении Дня единства народа Казахстана, Дня города и в самодеятельном фестивале дружбы народов Западно-Казахстанской области. Также Сергей Михайлович является соприседателем и учредителем Общественного фонда «Зердия память», главная цель которого реализация интеграционных процессов Западного Казахстана и сопредельных губерний России, сохранение собобытной культуры и истории всех этносов при Урале. Насколько бы мы не перечисляли заслуг и достижений нашего героя, его главной гордостью являются дети. Сын у меня закончил с красным дипломом Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова. На последнем курсе он женился на своей сокурснице, и они уехали на постоянное место жительства в Израиль. Уже в Израиле Сергей Сергеевич Погодин окончил докторантуру, защитил докторскую диссертацию и сейчас работает доцентом Национального Иерусалимского университета. Сережка ездит по разным странам с выставкой своих работ. У него вообще, он химик по своему этому профилю, у него органическая химия. Дочь Елизавета с отличием окончила Московскую ветеринарную академию имени Скрябина. Два года работала в Москве, затем переехала в Индию. В совершенстве овладела английским языком и хинди, занялась йогой. Дополнительно окончила Дилийский национальный университет. Она говорит, я другой страны, кроме Индии, не могу себе представить для жизни, потому что это единственная страна, где люди умирают с улыбкой на устах. Они знают, что они, закон кармы, закон колеса, все равно они вернутся на эту землю. И в зависимости от того, как они живут, светло, они помогают другим, они не приносят вреда, они стараются стать совершеннее. Я, честно говоря, рад, что я функцию свою на земле выполнил, просто-напросто дал миру грамотных, профессиональных, честных и порядочных людей. А это самое главное для родителей. Разница между детьми – 10 лет. Оба пошли по стопам своего родителя. Взяли у папы все самое лучшее – стремление к знаниям, покорению вершинам, достижения поставленных целей и задач. Мы поинтересовались у нашего героя, верит ли он в судьбу, считает ли, что человек сам творец своей жизни, ее хозяин. Есть какое-то предопределение для каждого из нас. Это можно назвать судьбой, это можно назвать роком, это можно назвать Божьей программой, но все равно что-то, что руководит нами и приводит нас к какому-то определенному выводу – это обязательно. Да, Господь Бог дает возможность выбора, но и где-то еще и умело направляет каждого из нас. Мой отец, рассказывает Сергей Михайлович, мог погибнуть на финской войне в сто тысяч раз, но судьба все-таки привела его к окончанию войны. Не успев демобилизоваться, его перекинули на Московский фронт, дали танковую роту, провоевав четыре года, попал в плен. Там работал на подземных шахтах у немцев. После того, как Михаила Петровича освободили американцы, он тут же попадает в отдел СМЕРШ, смерть шпионом. Два года он там отсидел, и после этого вышел, и после этого появился на свет погоня Сергея Михайловича. Разве это не судьба? Миллионы раз человек мог погибнуть, миллионы раз могла пресечься вот эта жизненная линия. Что такое один человек? Мир, война и один человек. Погоня Михаил Петрович. Что это такое? Это даже не пылинка. Если в математическом плане посмотреть, то ничего вообще. И я считаю, что вот то, что я начал обучаться вот игре на аккордеоне, то, что я поступил в музыкальный училищ, это судьба. И это судьба та, что в конце концов привела меня в консерваторию. Судьба, она как-то мною руководила и вела. И я считаю, что вот есть такая хорошая пословица «Пути Господи неисповедимы». Мы просто не осознаем, что что-то нас в этой жизни ведет. Называть можно как угодно. Судьба, предопределение, Господь Бог. Но что-то есть, что нами руководит и заставляет нас выбирать дорогу. Если человек пошел не по той дороге, говорит Сергей Михайлович, в этом виноват он сам. В этом и есть умение сочетать свою возможность с тем, что дает тебе Бог. Мы все свободные личности и у нас есть право выбора. Пойти к Богу или к сатане каждый решает сам. Вы смотрели программу «Хозяин своей судьбы». Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин